Вот это вот главный врач, это слово я так подписываюсь. Хрипина, это тоже моя фамилия, да? А вот врач-педиатр высшей категории в жизни у меня на документах таких подписей не стоит. Директор второго дома ребенка Лариса Хрипина не скрывает эмоций. Женщина в недоумении. Причина – вот это письмо в интернете. В нем от имени директора учреждения содержится просьба об оказании им благотворительной помощи. Но ни под какими деньгами, как говорит, она лично не подписывалась. Сумма в документе числится немаленькая. Порядка 70 тысяч рублей на покупку игрушек, проведение детского праздника и благоустройство территорий. Причем средства необходимо перечислить на личную карточку одного из волонтеров. Сейчас во втором доме ребенка находится 30 детей до 4 лет. И все они с поражениями нервной системы и отклонениями в психическом развитии. От благотворительности учреждение никогда не отказывалось. Помощь в качестве необходимых вещей всегда требуется. Как рассказывает Лариса Хрипина, несколько дней назад к ней пришли девушки с предложением о помощи. Давайте мы вам что-нибудь поможем сделать. Ну помогите, вот можете листики погрести на территории. Хорошо, погребли. Смотрю, что в письме стоит на благоустройство территории 30 тысяч. Но это что за благотворительность? Мы нашли тех девушек, которые радеют за благополучие дома ребенка и называют себя волонтерами. Они уверяют, что оказывают помощь безвозмездно. Однако объяснить историю создания ими счета без ведома госучреждения активистки не смогли. Мы увидели, что есть возможность взять такое письмо о том, что, будем так говорить, завидующее детского дома, ну как выражаю, не то что необходимость, а именно, что есть возможность оказать благотворительную помощь вот этому детскому дому. Вот. И мы создали такое письмо, то есть мы примерно прикинули, какие могут быть суммы. Дом малютки – государственное учреждение. Все финансирование идет из областного бюджета. Поэтому самыми важными волонтерами для детей с ограниченными возможностями могут стать любимые родители. Светлана Доброхотова, Елена Масолова. День в событиях. Продолжение следует...